Совсем скоро разработают и проект благоустройства Алии 40-летия Победы. Она находится за остановочным комплексом напротив детской библиотеки и скрыта от людских глаз. Поэтому многие горожане о ней и не знают. Тем не менее, эта территория требует обновления. В ее преображении примут участие студенты Уральского федерального университета. Развитие темы в сюжете Анны Акрамовой. Городу, свежие идеи, университету, прохождение практики студентов и реальный проект для диплома выпускников. В Новоуральске прошла рабочая встреча специалистов Центра компетенции формирования комфортной городской среды Института развития ЖКХ, Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и жилищной политике администрации Новоуральского округа, Управление капитального строительства Уральского федерального университета. Место встречи – Аллея 40-летия Победы. От Министерства энергетики ЖКХ нашей Свердловской области пришло предложение, что студенты, которые учатся в различных высших учебных заведениях наших, готовы нам бесплатно оказать услугу по разработке эскизного проекта. Причем не только разработать эскизы, но еще и провести работу среди наших жителей и спросить, что бы они тут видели на этой территории. Мы этим, скажем так, с большим желанием воспользовались. Константин Колесников обучается в Институте строительства и архитектуры Уральского федерального университета на кафедре городского строительства. Эскизный проект благоустройства Аллеи 40-летия Победы в Новоуральске станет его дипломной работой. Молодой человек с большим энтузиазмом включился в процесс. Создавать эскиз он будет под кураторством профессионалов. Много курсовых работ, все связано с инженерными сетями, с благоустройством, даже с реконструкцией. Я с этим всем знаком, с сетями и так далее, с проектными решениями. Я думаю, все получится. Трудоемкая работа, проект будет. По словам Марины Лапшиной, главного специалиста-аналитика Центра компетенции формирования комфортной городской среды, в Свердловской области это уже пятый проект. Успешный опыт реализации, когда над созданием на практике работают студенты профильных вузов, есть в разных территориях Среднего Урала. Это же у нас не первые. Вот мы сейчас ведем пять проектов. И вот в Заречном, например, когда у нас студентка сделала визуализацию, и администрация посмотрела на эту визуализацию, сначала было, наверное, минуту молчания. Я испугалась. Думала, все, не понравилось. А они потом сказали, как здорово, мы такого даже не видели. И вот у меня сердце застучало, все. Такое разностороннее сотрудничество перспективно. Институт развития, ЖКХ и энергосбережения курирует эскизные проекты с привлечением студентов высших учебных заведений, строительных факультетов, архитектурных академий. К диалогу пригласят и новоуральцев. То есть жители тоже будут участвовать и высказывать свои пожелания, что будет на территории аллеи 40-летия Победы. После проект представят на первый этап рейтингового голосования, которое традиционно проходит в январе. А далее, если жители выберут эту территорию приоритетной, ее благоустроят в рамках проекта «Комфортная городская среда», национального проекта «Жилье и городская среда». Анна Акрамова, Дмитрий Дедюхин, Новоуральская обещательная компания.